Всем привет! Сегодня 4 октября 2019 года. Центр аферизма и фуфлыжных технологий. Попробуем зайти. Здравствуйте! Подскажите, могу я увидеть главных жуликов и мошенников? Я по-другому спрошу. Могу я увидеть Дарьянка, Коновалова, Климову. Записывался. Кому можно записаться? Коновалову запишите меня. Либо к Дарьянку, либо к Климову. Запишите. Записывайте, да? Записывайте, да, меня сейчас? Еще хотел узнать, где у вас находится книга жалоб и предложений. Где-то можно ее увидеть? Нету? Официально, что я не знаю. Молодеете, по-настоящему? Молодеете. Вы записали, да, Юлья? Нет. Записали? Или нет? Я никуда не пошел, просто заглянул. У вас дверь там всегда была открыта, где сидят, я так полагаю, главные жулики и мошенники. А сейчас она постоянно закрыта. Вот еще один. Улыбается. Скоро о каждом из ваших сотрудников сниму отдельный репортаж. В том числе и о вас. Вы меня записали? Юлия. Юлия. Вы меня записали? Нет, почему нет? А сам письменный ответ дали? Дали. Дали? Да, Владимир, дали, все нормально. Только письменный ответ больше похож на этим ответом. Меня послали просто. Юлия, вы меня записали или нет? Юлия. Я перевала вашу помощь. Кому? Подождем. Ваш ответ подождем. Есть вопросы по обучению? Звоните по указанному телефону. Шлыков Виталий Андреевич. Центр аферистов и пухлыжных технологий. Сегодня новая охрана. Ничего у вас. После успешного окончания школы, Джефф вступил в новую очередь. Что я делаю? Снимаю. А вы кто? Сотрудник охраны. Сотрудник охраны, предъявите, пожалуйста, удостоверение. Когда Джефф выпустился из университета, предъявите себе предложение. Серьезно? Исполните федеральный закон от частной охранной деятельности. 12.1. Пятый пункт. А? Для чего вы здесь сидите? Хочу, сижу. Вот вас спрашивают, не будут, где мне сидеть, а где нет. Предъявите, пожалуйста, свое удостоверение. Будете предъявлять, нет? Нет. Предъявлять будете удостоверение, Альфа? Сегодня новая ЧОП. Сейчас подойдет, сидишь? Видать, сейчас сдулась. Будете предъявлять удостоверение или нет? Сотрудник охраны? Или кто вы там? Сегодня приехала Альфа. Свод, видать, сдулись. Против них несколько дел уже возбудили, похоже. И вот они с долей. Вот они сотрудники. Молодой человек, возьмите, пожалуйста, посмотрите. Анастасия, а где свод? Вас, пожалуйста, не отвлекаете от работы? Я не отвлекаю вас. Я хотел узнать, где свод-то? Сдулись? Против них несколько дел возбудили, и все, и сдулись. Новых? А? Что? Не мешает работать? Хорошо. Давайте, проверьте. Здравствуйте. Еще раз. Покажите, пожалуйста, удостоверение свое. Хочу увидеть. Выполните фееральный закон 12.1, часть 5. Вы не знаете закон, да? Вы тоже не хотите, да? Сторожа просто. Сторожа? Конечно. То есть, еще раз говорю, вы сотрудники ЧОП или нет? Скажите, пожалуйста, сотрудники ЧОП или просто одеты так? Могу его? На стиле, ребята. А, на стиле, понятно. Если вы на стиле, тогда я, конечно, к вам не имею права подойти. И попросить удостоверение. Но если вы сотрудники ЧОП, то приготовьте удостоверение. После этого я общаться с вами буду. Мы с вами не общались. Хорошо. Ну, пока ребята действуют по закону. Ну, говорят, на стиле одеты, правда, как-то подозрительно. С оружием ходят. А тогда вопрос, если вы на стиле, почему вы с оружием ходите? Могу я задать вопрос такой? Что, у нас гражданские люди ходят с оружием? Нет. У вас... Еще раз говорю. Покажите, пожалуйста, удостоверение. С чего я вам буду его показывать? Вы сотрудник ЧОП? Я не к вам приехал. Не важно. Я не обязан, я не поделюсь. Серьезно? Я не поделюсь к полиции. Я не обязан вам приставляться. 12.1. Законом... Федеральный закон об охране частной деятельности. 12.1. Я не обязан вам приставляться. Обязаны. В любом вам удобном случае. Обязаны. Обязаны. Прочитайте, пожалуйста, федеральный закон. Откроете. У вас есть телефон? Вот откройте телефон и прочитайте. Безные люди, сторожа. Ну как сторожа? С оружием ходите? Сторожа? Мне сделать нечего было. Я его из дерева выточил. Ну хорошо. Так, натурально. Хорошо. Очень похоже. Натурально. Очень похоже. Ваши коллеги сдулись. Два месяца. Выжились. Здравствуйте. Да, посмотрите. Перед тем, как начать сотрудничество с домом. Внимательно. Не хотят выполнять федеральный закон. Сотрудники ЧОП. Никак. Ну ладно, заставим. Четвертый этаж. Центр аферизма и фуфлышных технологий. Здравствуйте. 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 Могу я главных жиликов и мошенников увидеть? Александра. Могу я записаться к главным жиликам и мошенникам? Могу я записаться к Климовой на прием? Климова. А? Вы в поисках работы? Да. В поисках работы. Запишите, пожалуйста, анкетку. Могу я записаться к господину Коновалову? Могу я записаться к господину Доренко? Дорьенко, то есть. Ладно, подожду. Может, увижу ее здесь. Поехали. 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 Че они? Ходят рядом. Ребята, ну пока они безобразие не нарушают. Поехали. Вот центр аферистов и фуфлыжных технологий. Отказывает даже в воде, говорит только для сотрудников либо клиентов. Вот сотрудники компании ЦАФТ. Скажите, а вы сотрудник компании ЦАФТ? Можно к вам обратиться? Хорошо, я могу узнать, хотя бы вы сотрудники компании? Ну я спросить вас могу? Нет. Почему нет? Все правильно, вы гражданский человек, вы просто сотрудники компании ЦАФТ или клиенты компании ЦАФТ. Я вот это хотел узнать. Какой царинке? Мне почему-то даже в воде отказывают, а вам кофе предлагают. Может тебе просто девушке понравилось? Возможно. Возможно. Девушка вам понравилась? Вы даже не знаете ее как зовут, да? Вот такая вот компания у нас ЦАФТ. Да, возможно. Ну тогда вам счастья. Здравствуйте. Перед тем, как начать сотрудничество с данной компанией, внимательно посчитайте, посмотрите вот это видео обязательно. Хорошо, понял. Вот. Центр аферистов и фуфлыжных технологий город Перми. Сегодня 4 октября 2019 года. Компания наняла новую охранную компанию. Называется «Альфа», судя по нашивкам у них. Ведут себя относительно адекватно. На меня они нападают. Требований противозаконных мне не предъявляют. Ну что, я сегодня еще, наверное, сюда приду. Друзья, берегите себя, своих близких и свои деньги. И не вкладывайте их ни в коем случае в компанию ЦАФТ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...